Всем привет! Собственно, начнем с первого доклада, который называется Deadpack Compose. Тернистый путь. Мы пройдем от виджета до полноценного приложения. Прежде чем начну, хотелось бы рассказать немножко о себе. Собственно, кто я такой, чем занимаюсь. Я Android-инженер в компании Avito Tech. Также я делал статьи и доклады про Jetpack, в том числе Compose, про мультиплатформу многомодульность. Немножко занимаюсь опенсорсом, развиваю опенсорсные проекты. И с недавних пор ментор и спикер Android-академии. Немножко расскажу о том, что это такое. Android-академия — это некоммерческая организация, которая так же как TheFest поддерживается Google. Говорят, что это largest Android-комьюнити, то есть самая большая Android-комьюнити в мире. Больше 10 тысяч членов. И, соответственно, почему она такая большая? Потому что она есть в четырех городах. Это Тель-Авив, это Санкт-Петербург, это Минск и это Москва. Собственно, Минск и Москва вместе в прошлом году в рамках удаленки сделали такое классное мероприятие, как Android-академия Fundamentals. Это, соответственно, для новичков совсем, для тех, кто входит в Android. Очень классные курсы. Можно их на YouTube прямо сейчас найти, да, рекомендовать тем, кто хочет войти в Android разработку. Прямо вот как самые классные, бесплатные, лучше там каких-то даже платных, может быть, курсов. И сейчас, прямо сейчас, да, то есть там каждый понедельник проходит лекция Android-академии Advanced. То есть это уже для медлов, для синеров, где смотрится в кишочке Андроида. Собственно, приходите, там скоро будет классная лекция про UI-тестирование. О чем пойдет речь вообще в этом докладе? Собственно, я взял проект, который делал один из учеников вот этой Android-академии Fundamentals. Да, то есть это простое приложение, которое скачивает через API, TMDB API список фильмов, показывает их в виде сеточки на экране, показывает там какую-то информацию про это приложение. И, соответственно, да, это приложение, которое сделано на стеке с Vue, да, в котором используется Kotlin, Coroutine, Flow. То есть там все самое современное, кроме того, что XML-ки. Собственно, Single Activity, фрагменты, Dagger 2, MVVM на джетпаке. Это Retrofit, Room, Navigation Component, Paging и Glide. Собственно, мы возьмем вот это приложение и поменяем там совсем немного. Мы поменяем VueStack, да, то есть мы также будем использовать Kotlin, Coroutine и Flow. Вместо фрагментов мы выкинем фрагменты, будем использовать Compose. Оставим все, что там в Data слой как есть. Используем кастомную навигацию. Можно, в принципе, да, использовать также Navigation Component Compose, но не в рамках этого доклада. Вместо пейдинга используем Padding Compose, тоже такая расширяющая библиотечка. И для загрузки картиночек мы используем Coil Compose. Собственно, план этого доклада, с чего мы начнем, да, то есть для начала мы переверстаем Vue в Compose, да, то есть начнем с базовых таких элементов. Затем мы посмотрим вообще, какие есть возможности стратегии миграции существующих в больших приложениях в Compose. Потом мы после того, как уже выберем нашу стратегию для нашего приложения, продолжим, да, завершим то, что начали, вот эту миграцию. И в конце я немножко расскажу про другие возможности, которые Compose нам сейчас предоставляет. Собственно, первая часть переверстаем Vue. И для начала давайте немножко взбодримся с утра, да, все пришли тут к 11 в выходной день. Собственно, пожалуйста, поднимите руку, кто читал доклады, смотрел статьи про Compose, кто вообще слышал, что это такое. Супер, супер, почти все. Классно, мне будет чуть легче. Теперь поднимите руку, кто написал хотя бы одну Compose функцию, кто не только почитал доклад, но и как-то это воплотил. Ага, чуть меньше. И в конце у кого есть приложение с Compose, какой-то Pet Project, я не знаю, там боевое приложение, может быть, там у кого-то две руки, поднимите. Супер. Ну, не так много, да, но я надеюсь, что после этого доклада станет уже больше таких людей. Собственно, если кто-то не смотрел, не писал, можно самые базовые части посмотреть в моем предыдущем докладе, который был год назад. По ссылочке, да, слайды будут доступны. Но в этом докладе мы не рассматривали перевеску таких view, как Constraint Layout или Recycler View, да, в виде сеточки. Собственно, сейчас я вот на этих примерах покажу, как это можно сделать. Собственно, что нам для этого нужно? Нам нужно сверстать вот такую сетку, да, для этого нам надо сверстать item этой сетки. И в этом item у нас есть карточка, да, CardView. Собственно, если во view, в XML-ке мы писали прям AndroidX, CardView, WidgetCardView, да, или там MaterialCardView, то в Compose это выглядит следующим образом. То есть у нас есть функция, в которой мы помечаем аннотацию Composable, которую мы называем с большой буквы, потому что так принято. Используем внутри карт, даем туда различные свойства, и, соответственно, она у нас появляется уже, карточка на экране. Дальше, внутри этой карточки мы использовали Constraint Layout. Тут на этом слайде важно, что мы везде сдавали ID-шки для того, чтобы как-то относительно друг друга view-хи, да, выравнивать и указывать у них Constraint. Собственно, в Compose это происходит похожим образом, да, то есть мы перечисляем список этих ID-шек внутри такого кортежа, так называемого, и потом мы используем функцию CreateRefs, чтобы просто Constraint внутри Compose запомнил эти ID-шки, да, мы их будем дальше использовать. И, наконец, мы набиваем этот Constraint Layout различными view-шками, например, да, то есть у нас был image view, мы также используем похожий элемент image, внутрь задаем modifier Constraint S, передаем туда вот эту view-шку, которую мы, вот эту ID-шку, которую мы указывали раньше, и дальше мы, соответственно, указываем, что к чему мы Constraint, да, что к чему линкуем, то есть там top link to parent top, указываем марганы и так далее. То есть таким образом у нас получается вот это выравнивать, как раньше это было в XML. Есть нюанс, естественно, как в любом инструменте, да, тут очень важно не забывать про копипасту. То есть иногда, когда у нас две картиночки, два text-ю, нам хочется первый скопировать, да, там что-то поменять, но если мы забудем поменять ID-шник, то у нас никто не ругнется, все скомпилится, Android Studio тоже там все будет показывать чин и благородно, но это сломает верстку, да, то есть эти два элемента не могут быть одним ID-шником, что логично. Посмотрим на такой типа data binding, да, то есть что я имею в виду. У нас есть две карточки, у них есть разные состояния, то есть одна из них лайкнутая, вторая не лайкнутая, да, то есть вот сердечко в разных состояниях. Как это мы бы делали в XML, есть много разных способов, да, в Compose мы можем это делать прямо в коде. То есть у нас есть наша карточка, мы используем в ней имидж, и прямо внутри мы пишем if is liked, да, вот этот наш item, то мы используем один drawable, если нет, то мы используем другой drawable для того, чтобы отрисовать вот это самое сердечко. То есть тут у нас получается такая, с одной стороны, смесь кода с версткой, с другой стороны, иногда это бывает действительно удобно, особенно там для навигации, для каких-то еще кейсов. Помимо этого у Compose, естественно, есть превью для того, чтобы практически не нужно было собирать приложение для, ну, полностью приложение, я имею в виду, для того, чтобы посмотреть, отчего же мы там наверстали, да, мы используем аннотацию превью, мы используем, мы можем использовать разные девайсы в параметрах, то есть, например, тут Pixel 4 — это телефон, Pixel C — это планшет, да, и, соответственно, мы получаем что-то такое, да, то есть в зависимости от размера девайса мы получаем разные превью. Ну, а тут есть тоже интересный момент, да, что вот мы ожидаем, что у нас будет вот все вот так, да, то есть это такой тулбар у нашем приложении, но по факту у нас почему-то получился так. А почему? Потому что у нас превью взял минимальный размер, который ему нужен, а constraint мы забыли указать между двумя текстами. Собственно, Compose и превью помогают вот такие моменты увидеть, которые в XML выглядели бы, возможно, нормально. Ага. Дальше, о чем хотелось бы сказать, не могу затронуть этот момент, RecyclerView, да, то есть если мы вспомним, как мы делали RecyclerView раньше в XML, да, мы, соответственно, писали там три класса больших, где там всякие view, binder, adapter, вот это все. В Compose это чуть легче. Мы используем WidgetLazyColumn или LazyRow или LazyGrid, не так важно, да, в котором мы пишем три строчки. Да, то есть мы указываем... Ага, чуть-чуть подтупливать. Кликер. Мы указываем, соответственно, лист, который мы показываем в этом списке, и мы указываем, как у нас будет выглядеть конкретный айтем из этого списка. Собственно, в этом все. Да, почему это так работает? Потому что Compose, по своей сути, это сам по себе что-то типа Recycler на максималках, да, то есть он сам умеет дефить внутри, умеет какие-то вот эти оптимизации делать, и, соответственно, это можно сделать так легко именно поэтому. Тут, опять же, очень важно указывать правильно модифайеры, указывать правильно размеры, иначе мы можем получить вот такой список без айтемов, если мы что-то там перепутали, да, ну и в конечном счете, когда мы с этим справились, соответственно, мы получаем вот такой список. Опять же, напоминаю, тут две превью, потому что смартфон и планшет. Мы в исходном приложении имели не просто колоночку из айтемов, да, мы имели некую сеточку. И тут мы можем то же самое достигнуть двумя способами. Раньше мы могли сделать row, да, то есть это такой аналог горизонтального лайнер-лейаута, и вставить его в column, в lazy column, да, ну и там, соответственно, как-то помапить список, чтобы у нас это получилось. Сейчас за нас это сделали, сделали Composable функцию lazy-vertical-grid, и которая выглядит вот, соответственно, таким образом, да, то есть тут все то же самое, семантика, мы тот же список передаем, те же айтемы, но, что интересно, да, тут у нас добавляется параметр cells, в котором мы там передаем, например, adaptive min size 128 dp, что это значит? То есть карточку мы хотим, чтобы у нас была минимальная 128 dp на экране, и тогда в зависимости от размера экрана, ага, опять анимация проигралась сразу, у нас на большом экране получится там много карточек в строке, потому что он большой, на маленьком меньше карточек в строке, потому что он маленький. То есть можно вот таким образом адаптивно делать размер нашего контента. Ага. Ну да, то есть кода было много, надеюсь, вы вот так не сидели, вроде никого не видел. Перейдем чуть к более простой части, да, стратегии миграции, собственно, как мы можем мигрировать приложение на Compose. Для этого в Compose есть несколько API для интеропа текущего вьюстека и Compose. Рассмотрим их, собственно, первые API, самые базовые, которые вам предлагает Android Studio, когда вы генерите проект из шаблона, да, то есть мы просто используем Compose, ну, какую-то Activity, которая у нас наследится от Component Activity или там AppCompat Activity, и внутри мы вызываем функцию SetContent с Composable функцией, да, то есть мы вместо SetContentView, как раньше мы делали в OnCreate, мы используем функцию SetContent, передаем вот туда Composable функцию PagesContent. Второй способ — это мы можем прямо в XML использовать ViewComposeView, и, соответственно, мы задаем тут ID-шку, она нам понадобится, какие-то там параметры, чтобы это как-то располагать, и дальше мы можем найти эту View-ку по ID-шке и засетить в нее также Composable нашу функцию. Третий способ. Опять же, мы используем тот же самый ComposeView, только здесь мы ее создаем внутри функции OnCreateView в фрагменте, и, соответственно, там же ее возвращаем, то есть мы тут фрагменты вместо XML-ки подсовываем прямо ComposeView, в котором мы засетили наш PagesContent. Третий способ. Третий способ для обратной, да, то есть когда мы хотим вставить внутрь Composable функции какой-то Android View, например, там MapView мы можем вставить, WebView, да, то есть что-то такое, например, тяжелое, для чего еще не написали адаптеров. Собственно, у нас есть вот такая функция Android View, которая там, ну, семантика, соответственно, на экране, и мы используем ее примерно следующим образом, то есть мы ее внутрь Composable кладем, укладываем в factory какой-то TextView, то есть Lambda-функция, которая принимает контекст, и поэтому контекст строит, например, TextView с какими-то параметрами и выводит это на экран внутри Composable уже иерархии. Так, и, собственно, переходим к стратегиям миграции. Первая стратегия — это топ-даун, то есть когда мы идем сверху нашего приложения и доходим до низа, да, то есть меняем сначала верхние элементы, потом в нижние. То есть тут нам как раз помогает способ вставки View внутрь Composables. Да, то есть... Надо аккуратно с кликером. Собственно, у нас была вот такая примерно схема, когда была какая-то View-группа корневая, там лайнер layout, constraint layout, внутрь мы ставили какие-то View-хи. И мы что делаем? Что мы делаем? Да, мы меняем, соответственно, View-групп на Composable, да, то есть и внутрь уже через адаптер в виде Android View вставляем текущие наши там кнопочки, тексты, которые там были или другие элементы. Собственно, мы идем сверху вниз. Сначала верхние элементы меняем. Второй способ — это bottom-up, то есть когда мы идем снизу вверх и вставляем Composable функции внутрь View-групп. Собственно, опять же, исходные данные такие же. Дальше мы View-группу оставляем, и уже внутрь нашу текущую View-групп через адаптер Composable View подставляем Composable View элементы. Собственно, тут нам может прийти на помощь два момента. Первый — если у нас есть какая-то текущая дизайн-система, то есть мы можем использовать материал-компоненты, либо мы можем, ну, там, компания у нас большая, написали свою библиотеку элементов. Собственно, и мы можем этот дизайн-системы сначала переписать на Compos, а потом уже внедрять на наше приложение. В этом нам поможет сайтик thepack-compos.app, который помогает найти аналоги для текущих View в Composable-варианте. То есть мы, например, TextView меняем в текст и так далее. То есть это можно все сделать. Помимо этого можно оставить даже фрагменты. То есть до этого мы избавлялись немножко от фрагментов. А если у нас есть фрагменты, между ними сложно навигаться, то мы можем просто менять контент внутри фрагментов с помощью, опять же, set-контента для того, чтобы не все приложение сразу ломать. То есть у нас есть Activity, у нас есть какие-то фрагменты, и мы оставляем те же Activity, те же фрагменты, только они будут пустыми, потому что мы внутрь передадим Composable функции. Собственно, таким образом можно сделать плавную миграцию. Есть нюанс в этом, да, то есть как в любой из этих стратегий миграции, у нас меняется способ связи View с данными. То есть… Ага, да, он все сразу проиграл. Ну давай. Давай. Он перескакивает почему-то через один состояние. То есть давайте на словах попробуем. Может быть, дали ставим. Ага, опять он Перета. Следующий сайт. Еще. Оу-ху-ху. Получилось. Еще. Получилось. Еще. Еще. Давай, да, да, давай. Еще. Еще. Вот. Давай еще раз. Вот, все, класс. Мы получили то состояние, которое я хотел. Пять минут спустя. Прошу прощения за такую задержку. Собственно, раньше могли, что, имея ссылку на нашу View-шку, посетить туда что-то с любого места в приложении, да, то есть там откуда угодно. Если у нас говно архитектуры, можно даже из репозитория дернуть, да, и все будет хорошо. Мы просто туда вот как-то этот стейт, не стейт, а вот это состояние добились и просетили. Все, дальше пошло нормально. Теперь так не получится, то есть нам нужно иметь где-то в одном месте наш текст стейта или какой-то другой стейт, который мы будем использовать внутри Composable функции. И тут чуть сложнее, да, то есть откуда-то уже пробросить, просто так данные не получится. Нам придется именно подумать об архитектуре, как это все вот так связать, да, чтобы у нас вот этот текст, он зависим от того стейта, который мы запомнили, себя отрисовывал. Собственно, продолжаем мигрировать в наше приложение. Мы посмотрим на случай со свежим проектом, да, как я уже сказал. У нас Kotlin, у нас корутины в исходном варианте было, да. Если у нас в проекте, например, нет Kotlin, есть Java, то тут чуть сложнее, да, потому что Jetpack Compose, он Kotlin Exclusive, то есть он написан на Kotlin, он использует Kotlin Compiler плагин для того, чтобы там работать с Composable вот этими аннотациями. И, соответственно, с Java кодом подружить будет очень-очень сложно. То есть сначала надо переписать ту часть приложения с Java на Kotlin, а потом уже переписывать на Compose. Если у нас RxJava, да, тут чуть легче. То есть мы можем не переписывать, в принципе, проект на корутины, попробовать связать Compose с RxJava, да, для этого у нас есть библиотечка в Compose Runtime и RxJava. Да. Ну, собственно, у нас случай чуть свежее, поэтому я сделал третью стратегию миграции, да, то есть у нас был старый пакет с Activity, с фрагментами, с XML-ками внутри, и, соответственно, я просто сделал новый пакет для ViewSloy, в который положил новую Compose Activity, положил новую Compose Page, да, такие аналоги экранов, да, которые заменяют собой фрагменты, и внутри будут Composeable функции, если они сейчас далистаются. Давай еще. Ага, еще давай. А, вот. И, соответственно, мы оставляем, да, бизнес-логику, мы оставляем репозиторий, мы оставляем пейджинг, мы оставляем дата-слой, да, то есть все остается под капотом то же самое, мы не лезем туда, мы меняем чисто ViewSloy. Соответственно, у нас был грид, который мы нарисовали, но он был с одинаковыми карточками, нормально. Мы добавляем туда detail, да, то, что называлось раньше detail-фрагмент, для каждого фильма мы теперь его заменяем detail таким пейджем, да, то есть абстракцией большой над Composeable функциями, и теперь мы хотим отсоединить внутри нашего нового Compose Activity. Что мы для этого делаем? Собственно, мы, как я уже сказал, да, вызываем функцию SetContent, внутрь передаем вот этот PagesContent, смотрим на функцию PagesContent, из чего она состоит. То есть мы здесь делаем состояние FilmState, который, получается, у нас вызван функцией RememberMutableStateOfNow. Собственно, это состояние — это либо какой-то конкретный фильм, либо Now, да, то есть если это конкретный фильм, мы откроем detail page, если это Now, то мы открываем вот эту сеточку. Собственно, мы дальше внутри используем нашу тему для приложения, мы внутри используем scaffold, в котором можем использовать всякие там material стуки типа bottom navigation, ну и внутрь, соответственно, уже помещаем наш контент. Дальше мы можем сделать такой простенький аналог навигации, да, для этого мы вызываем функцию, ключевое слово when, и когда у нас FilmStateNull, как я уже сказал, мы вызываем страницу с гридом, когда у нас не null, а конкретно фильм, мы, соответственно, ну, передаем этот фильм в FilmPage и отображаем страницу с фильмом. И также мы можем поменять это состояние очень легко, то есть мы передаем некий callback внутрь страницы и там меняем, то есть мы кликнули какой-то фильм, он у нас передается в FilmState, отображает, соответственно, сетка конкретной этот фильм, страницы с ним. Также мы можем добавить туда bottom navigation, navigation rail, да, для тех, кто забыл, bottom navigation, соответственно, это вот такая штука, navigation rail появилась не так давно в Material, или, соответственно, можем тоже это добавить, чуть ускорюсь из-за кликера. Да, и сделать это достаточно просто, то есть мы берем, ага, мы берем row, да, то есть это аналог горизонтального лайнер-лайаута, добавляем туда два элемента, собственно, navigation rail и column. Внутрь column, который аналог вертикального лайнер-лайаута, мы добавляем нашу текущую страницу и добавляем bottom navigation. Собственно, кода тут не будет, код есть по ссылке в репозитории, и не будем на этом останавливаться. Видимо, будем останавливаться. Так, и что у нас? Заново пошло? Супер, все, все, работало. Собственно, мы получили то, что хотели, bottom navigation на смартфоне, потому что много места на планшете получили delegation rail. Слишком много анимаций. Переходим к вкусному, да, то есть мы добавляем пейджинг и viewmodel. Пейджинг мы добавляем, чтобы постранично загружать данные сервера, показать их внутри вот этого аналога RecyclerView. Viewmodel используем для того, чтобы при перевороте экрана сохраняет состояние этого списка. Собственно, давайте еще чуть-чуть раскачаемся, да. Кто использовал пейджинг вообще, знает, что это такое. Ага, супер. И кто использовал viewmodel? Во, класс. Я все правильно сделал, что не стал об этом подробнее рассказывать. Соответственно, что мы делаем? Мы хотим, собственно, чтобы у нас загрузили данные с сервера кап. показался вот такой экран. В чем у нас для этого уже есть? У нас уже есть какой-то lazy colon row или grid, да, то есть, собственно, то, с чем умеет работать Paging Compose. Да, это у нас уже есть. Собственно, у нас есть item, в который мы можем загрузить даты и on-click callback. Вот, item есть. Я не знаю, то ли кликер, то ли ноутбук тупит. Чистенно. У нас есть Paging Source, да, то есть, соответственно, студент Android Academy его уже сделал. И, собственно, он выглядит вот так. То есть, он возвращает нам flow, да, коротиновский, внутри которого есть Paging Data, внутри которого есть Movie. Дальше. Мы насыщаем, та штука у нас лежала в репозитории, теперь мы насыщаем ее внутри ViewModel с помощью вызова функции CachedInViewModelScope, да, собственно, это нужно для того, как раз, чтобы не перезагружать данные при перевороте экрана, а показывать уже загруженный список. И, собственно, теперь мы это собираем все воедино, то есть, у нас была Activity, мы туда инжектим ViewModel, ViewModelFactory, точнее, передаем эту Factory внутрь, точнее, передаем уже ViewModel, да, тут внутри PagesContent. Дальше мы используем эту ViewModel, достаем из нее фильмы, собственно, получаем flow. Дальше мы вызываем функцию CollectAsLazyPagingItems, это уже, соответственно, функция из пейджинга Composer, и передаем вот эту штуку внутрь LazyVerticalGrid, да, то есть тут чуть-чуть меняем ItemsIndex, передаем туда не сам список, а вот именно вот эту структуру к Lazy. Видите, собственно, все, теперь у нас, да, собственно, мы получили через один слайд, сейчас мы получим предыдущий, ладно, пока он, то есть мы получили список фильмов, но там не было картинок, да, то есть, чтобы получить нам картинки, догрузить еще их с сервака, мы меняем Glide, который использовался в проекте на CoilCompose, собственно, для этого мы подключаем имплементацию CoilCompose, вызываем RememberImagePainter, это, соответственно, изнутри Coil достается, вместо классического пейнтера, который нас дрова был грузил, и внутрь мы передаем URL для этого изображения. Собственно, мы получили то, что хотели, то есть список, который грузит сервака, тут теперь все фильмы разные, картинки разные, супер. Если вы повнимательно читали сайт конференции, да, то там было, что про MVVM немножко расскажу, а я тут только в ViewModel затронул. Собственно, где MVVM? Давайте вообще посмотрим на различия между MVVM и MVVM, почему MVVM так принято использовать с Compose часто, да, то есть, если мы посмотрим на MVVM, то у нас есть Model, у нас есть View, у нас есть ViewModel, мы, соответственно, связываем Model с ViewModel, мы соединяем ViewModel с View, да, то есть у нас идут так дата-стримы, и здесь User Event. Ну, это, наверное, классическая картинка, кто с MVVM сталкивался, ее видел. Что меняется в MVVM? Да практически ничего, да, только у нас из ViewModel во View летит Single State, да, то есть это какая-то вот композиция из различных стейтов, которые мы использовали раньше, и из View во ViewModel, соответственно, летит тоже один одиночный event-стрим в одно место. то есть эту схемку я взял вот по этой ссылке, и если переходить к Composable, да, то есть если мы раньше могли, если у нас много ViewModel, мы передаем много ViewModel, если у нас что-то похоже на MVI, мы можем его построить поверх ViewModel, опять же, да, но использовать уже одну такую штуку в общем случае. Да, то есть мы можем построить MVI поверх Jetpack ViewModel. Собственно, если нужно прям классический MVI, то можно это тоже сделать, то есть классический MVI, там есть Store, там есть View, View взаимодействует с пользователем или пользователь взаимодействует с View, Store передает свой стейт внутрь View, да, и мы можем это вот так написать, и, соответственно, View передает интенты в Store. Передает же? Передает. Ну да, и он перескочил. Собственно, вот эту схемку можно посмотреть по ссылочке, мне придется сейчас ее все перелистать. Можно до следующего слайда? Да, то есть не буду подробно. Еще, 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 до следующего прям слайда. Вот, назад, да. Собственно, переходим к заключающей части доклада. Другие возможности Compose. Арсений? Спасибо. Собственно, Compose очень глубоко интегрирован в Jetpack, в остальные библиотеки, то есть все библиотеки, ну, большинство библиотек, они приходят с интеграцией Compose. Давай будем листать, да, то есть у нас есть activity result API, мы можем уже запрашивать permission из Compose. У нас есть U-module, я тебе показал, у нас есть LiveData, если вдруг зачем-то вы хотите это использовать. У нас есть Navigation Component, соответственно, для того, чтобы заменить текущий навграф в Compose, мы можем уже переиспользовать. У нас есть Hilt, который при этом еще тесно связан не только с Compose, но и с Navigation Component. Да, это тоже можно там все инжектировать. У нас есть Paging, который я показал, и у нас есть RxJava для тех, у кого проект на RxJava, как у меня, например, production проект. Собственно, помимо этого, Compose можно использовать на wearables, да, то есть тут вот как раз вначале мы вспоминали про то, что кто-то когда-то давно писал часы, сейчас Google их обновляет, пытается там с Samsung какие-то коллаборации сделать, и не так давно, вот 13 октября, вышел Compose Material Alpha для часов. Выглядит он следующим образом, да, то есть там есть набор различных view, то есть там закругленные вещи, всякие интересные скроллы и так далее. Возможно, это поможет как раз популяризировать часы, популяризировать разработку под часы на Compose. Помимо этого, если посмотреть на roadmap Compose, то там есть также home screen widgets, то есть это вот эти, ну, виджеты, которые на рабочем экране, которые всегда было очень неудобно писать, потому что не все вьюхи там поддерживались. Возможно, с Compose это станет чуть приятнее, и у нас будет чуть больше классных виджетов. Помимо этого, мы можем уже тестировать Composeable функции, да, то есть мы Composeable приложение, наверное, да, для этого у нас есть как встроенные, встроенные, да, встроенные инструменты у нас есть, так, есть уже и сетпати, то есть раньше у нас были библиотечки Какао Коспрессо, которые давали некую арберку над эспрессо, да, сейчас у нас появился Какао Композ, и в скором времени появится Коспрессо Композ, который позволит писать UI-тесты намного удобнее и лучше для тестирования композа в приложении. У нас есть анимации, да, то есть в Композе есть куча различных вариантов, как это можно сделать уже из коробки, и есть также сетпати решения в виде Lottie Compose, которые также можно использовать, так же, как вы раньше использовали Lottie во View. Google говорит, что есть уже множество крупных, больших приложений, которые используют Композ, да, там, Twitter, например, Google Play и так далее, и самое интересное, да, подводка к следующему докладу, что есть помимо Google Jetpack Compose, есть Compose Multiplatform, это такая, ну, не обертка, точнее, это основано на Jetpack Compose, JetBrains, библиотеке, набор библиотек, который позволяет использовать Композ, да, то есть те же самые View на десктопе, на вебе, сейчас эта штука, последняя была альфа третья, есть альфа четвертая с различными билдами, собственно, сам JetBrains делает на Композе Multiplatform свой тулбокс, например, на десктопе, и я тоже попробовал перевести приложение с Jetpack Compose на Compose Multiplatform, собственно, это вот было в заголовке у нас, соответственно, этой части, и здесь, да, десктопное приложение для трекинга кофе. Ну, и, соответственно, можно пройти на ссылочку, которая сейчас появится, да, Композ, веб, UI Pages и так далее, собственно, это лендинг про веб Композ, который сделан на веб Композе, можно посмотреть, что он ничем особо не отличается от обычных лендингов JetBrains. И также нам пообещали на последнем Kotlin мероприятии, что к концу 2021 года Композ выйдет в какой-то стейбл релиз. Собственно, тоже предлагаю туда посмотреть и, ну, как это выглядит. Собственно, что можно посмотреть после этого доклада? Можно вернуться к базовым чтям, да, доклад «Мой темный стороны Jetpack Compose» доступен на YouTube, можно посмотреть статейку, то же самое в текстовом варианте, можно посмотреть на мои GitHub репозитории и полайкать, если очень хочется. Если не хочется, тоже полайкать, мне приятно будет. Собственно, да, это вот этот AFA Project для этого доклада, собственно, там будет весь код с этой презентации, там будет сама эта презентация. Так, Арсений? А, нет, все получилось. Да, это вот два репозитория. Собственно, первый — это кофе, вот этот проект на Jetpack Compose, второй — это на JetBrains Compose. И четвертый, да, наконец-то не моя ссылочка, это рассылка, да, там была рассылка JetCDF, да, которая по вторникам, да, спасибо, еще, во, JetCDF, которая приходит по вторникам, там очень много активно появляется всяких татей, материалов по композу, советую подписаться, смотреть вообще, куда это движется и к чему это приходит. Мне кажется, самый полный источник сейчас. Собственно, на этом все. Спасибо за внимание. Несмотря на кликеры, да, можно задавать вопросы, естественно, писать мне их потом, если появятся они потом. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон»